Кыргызстан прочно вошел в систему международных отношений. У нас есть собственная внешняя политика, ее определенные приоритеты, союзнические связи и взаимовыгодное сотрудничество, как с ближними, так и дальними странами, отмечают специалисты. По словам депутата легендарного парламента Джимина Кималиева, сегодня глава государства проводит активную работу в продвижении международных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. Президент Садра Джапарова проводит весьма активную внешнюю политику. Но прежде всего внешняя политика нам нужна для Кыргызстана, а во-вторых, согласно новой конституции, как и внутренней, так и внешней политикой у нас будет определять глава государства. Он без всякого замещательства приступил к этой работе. За короткий срок он успел побывать в Казахстане, Российской Федерации, Узбекистане. Вот побывал он недавно в Туркминстане, заехал еще в Таджикстан. И мне нравится то, что его поездки близлежащие страны носят только чисто деловой характер, без помпезы, без излишних торжеств, без шума. Просто идет конкретный разговор о сотрудничестве между нашими странами в экономическом плане, гуманитарном, научно-техническом, в области сельского хозяйства и во всех других отраслях нашей экономики. И самое важное то, что он договорился во время пребывания в других странах, уже реализовывается. В частности, по России, по Казахстану. Вот недавно поступило 10 тысяч тонн, допустим, муки в виде гуманитарной помощи. Это очень большая помощь. Узбекистан сейчас оказывает нам помощь семенами хлопчатника, озимой пешеницы, саженцев и так далее. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья также является приоритетом внешней политики Кыргызстана. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день у Кыргызстана имеется 32 дипломатических и консульских представительств за рубежом. Это свидетельствует о стремлении руководства страны в развитии многовекторной внешней политики. Наш президент посетил все наши соседние государства, кроме Китая, до сегодняшнего дня. И также президент несколько раз встречался с главой Российской Федерации, президентом Российской Федерации. Их съездил, лично встретился с президентом Турции. То есть за короткий промежуток времени, за полгода провести такое количество зарубежных визитов на высшем государственном уровне, то есть на уровне президентов. Это редко получается, это редкий случай, можно сказать. Это уникальный случай. Поэтому мы думаем, что, видите, это внешняя политика, реализация внешней политики, к сожалению, не зависит от одного государства. Это зависит от наших также партнеров. Поэтому мы видим, что наши партнеры, они заинтересованы в укреплении и углублении двусторонних отношений, то есть отношений с Кыргызской республикой. Поэтому мы видим, мы должны из этого получать максимум выгоды и использовать любой случай, чтобы были постоянные контакты, особенно на уровне глав государства. Сегодня Кыргызстан умела отстаивать свои интересы как на двустороннем уровне, так и в составе крупных международных интеграционных объединений. Ведь развитие экономики любой страны и ее имидж на внешнеполитической арене зависит от выстраивания дружественных отношений с иностранными государствами, говорят политологи. Последние полгода, если более внимательно присмотреться к нашей внешней политике, она стала более гибкой, динамичной и направлена на решение конкретных социально-экономических проблем. То есть мы живем в вполне конкретном месте, это Центральная Азия, где у нас есть очень близкие соседи, с которыми, конечно, мы, как с Таджикистаном, можем испытывать крайние сложности в плане недопонимания по границе. Но, с другой стороны, это все наши соседи, из многих из которых у нас очень слабые связи были налажены до сегодняшнего времени. И за последние полгода, если мы посмотрим, мы видим оширение географии связи и завязывание новых бизнес-контактов, оширение гуманитарной сферы. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнерами, странами ближнего и дальнего зарубежья является приоритетом. И сегодня руководство страны проводит правильный вектор для продвижения внешнеполитических отношений с другими государствами, говорят политологи. Адилкун Сулпуева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.